Картина, ставшая по каким-то неведомым причинам, привычной для рязанцев в этом году. Огромная куча строительного мусора, выброшенных диванов и холодильников, растущая на глазах. И никто, кажется, не собирается вывозить отсюда это все. И уже как будто специально. Уже давно это. Уже на неделю-две точно есть. И не вывозится. Потому что, не знаю, как, кто-то сказал, что жильцы должны сами это заниматься. Как это сами, если мы платим за это, вывоз мусора? Мне кажется, это вот только в этом году такое началось. Да, в этом году. Раньше такого не было. Все убиралось, вывозилось вовремя. Давно. Я даже, честно говоря, не помню, когда вообще в последний раз вывозили у нас мусор крупногабаритный. То, что такое-то вывозят каждое утро, 7 утра, а крупногабаритный, я даже не помню. У нас раньше таких проблем не было вообще. Первым делом звоним в управляющую компанию, где нам поясняют, что эта куча не их забота. Дескать, разбирайтесь дальше сами. Тимаково-4, это ваш дом? Тимаково-4? Да. Да, Тимаково-4 наш дом. Подскажите, пожалуйста, уже в течение месяца крупногабаритный мусор не вывозится из двора? Крупногабаритный Экопронс вывозит 70, 19, 50. Хорошо. А по заявке управляющей компании нам сказали? Крупногабаритный мусор вывозит Экопронс. Набираем указанный номер компании регоператора. В течение рабочего дня дозвониться не удается. Видимо, на месте никогда никого не бывает. Позвонили в компанию Экопронск. Для улучшения качества обслуживания все разговоры засисываются. Если у вас вопрос по расчетам с физическими лицами, нажмите 1. Если у вас вопрос по расчетам с юридическими лицами, нажмите 2. Если у вас вопрос по организации вывоза, нажмите 3. Если у вас вопрос по проблемам регулярного вывоза, нажмите 1. Подобная проблема этим летом вовсе не редкость, скорее даже некий тренд. Кучи крупногабаритного мусора растут во дворах. Как с этим быть, горожане не знают. Не в курсе и управляющие компании. Рега-оператор, как обычно, молчит. Ну а что, деньги же, как говорится, капают. А на жителей, видимо, можно и наплевать. Будет ли комментарий от них по возникшим теперь уже у всего города вопросам? Скорее всего, нет. Политика закрытости, кстати, чести не добавляет. Тем не менее, наши редакции не оставят попытки связаться с представителями Экопронска. И мы оставляем за собой право подключить к этим делам районную прокуратуру.